Недавно открывшийся в нашем городе спортивный комплекс «Флагман» каждую неделю становится местом проведения различных по видам спорта, численности участников и уровню соревнований. Большой зал комплекса вмещает огромное количество спортсменов и болельщиков и позволяет проводить турниры быстро и соответствующие всем требованиям. В преддверии Нового года город Буй встречал межрегиональный турнир по тэквондо, объединивший участников из Костромской и Ярославской областей. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Буя, Костромы и Костромского района, Волгореченска, Судиславля и Судиславского района и из Ярославля. Охват получился большой. Мы рады вас приветствовать в нашем любимом родном городе, в городе Буя. Мы очень любим спорт. У нас очень много спортивных проводится мероприятий. И мы рады, что федерация тэквондо, клуб «Белый тигр» решил провести в нашем городе такие значимые соревнования. Мы всегда рады видеть вас в этом прекрасном спортивном зале, в котором всего три месяца. И я считаю, что сегодня проходит самая масса восхищала открытия соревнования. Мы всегда рады видеть вас и надеемся, что эти соревнования будут традиционными. Еще раз хочу вас поздравить с этим спортивным праздником, пожелать вам всех успехов, здоровья. Ваш спорт – это не только сила, не только спорт, но это еще философия. Это воспитание силы духа. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вот с таких соревнований вы действительно становились крепкими, здоровыми людьми, и так готовыми защищать себя, своих родных, близких и свою родину. Всего вам самого доброго, в добрый путь, красивых побед, высоких спортивных результатов. Спасибо вам. Вообще, тэквондо называют научно обоснованным способом использования человеком своего тела в целях самообороны, который в результате интенсивных тренировок необычайно расширяет диапазон индивидуальных возможностей. С самого начала занятий дети понимают это. Вообще, тэквондо – вид спорта, которым стали заниматься не так давно, но он очень увлекает и мальчишек, и девчонок. Расскажи, чему тебя учит тэквондо? Быть сильнее. Все два года. Расскажи про своего преподавателя, чем вы занимаетесь на тренировках. Вообще, расскажи о том, что такое тэквондо для тебя. Тренер Андрей Иванович, спарринги, хьонги. У тебя зеленый пояс, что это означает? Ну, это означает, что я вышла из белого пояса, из новичка, и теперь я могу ездить на более высшие соревнования. Хотелось более такого неплавного спорта, чтобы заняться боевым искусством. Нравится тебе сейчас заниматься? Да. Да. Но он мне дает уверенность в себе, я могу защитить себя, друзей и своих родных. Ну, нравится мне так и все. Нет такого, что... Отлично. Кого вы сегодня боитесь? Никого. Почему никого не боитесь? Потому что мы знаем, что наши тренера нас хорошо тренируют, и мы достойны всех. Сначала я как бы занималась в школе, и к нам в класс вошел вот тренер просто набирать. Вот. Ну, я решила, ну, думаю, зайду, чего нет-то. Пришла, а потом, когда все завязалось, и начала тренироваться, понравилось, дальше стала дальше заниматься. Какие качества человек развивает так много? Ну, смелость. Ну, смелость. Это вот, ну, потом стойкость. Не боишься как бы уже. Сила воли. Уверенность в себе. Стремление к победам. Уверенность в себе способности быть крепче, сильнее и развивать свой труд. Если, например, ты проиграл, то ты учишься на ошибках, что вот надо лучше делать. Укрепляешь себя. Соревнования эти ежегодные, проводящиеся в Костромской области. Они носят название «Молодой мастер». Цель турнира – дать начинающим спортсменам возможность попробовать свои силы на даянге, так называется ковер для тэквондо, и для того, чтобы определить лучших и отобрать участников на всероссийские соревнования. Поддержку в организации турниров в БУИ оказали партия «Единая Россия», предприятие «Буйторг» и центральный городской рынок. Данное соревнование является уже ежегодным. Мы их проводим не один раз. То есть у нас было в городе Вологреченске. Теперь мы решили в новом спорткомплексе города БУИ провести, для того, чтобы разнообразить и показать жителям города БУИ, что такое тэквондо, чтобы они увидели это вживую, а не по телевизору. Благодарность я хочу выразить администрации города БУИ всем людям, которые помогали мне именно организовать турнир, потому что это очень большой турнир для БУИ и очень сложный. Также нам финансовую помощь оказала партия «Единая Россия», потом «Буйторг» и муниципальный рынок города БУИ. Им тоже большое спасибо за то, что они помогли нам закупить детские подарки, то есть сладкие, для поздравления детей. С главным призом, конечно, у нас, получается, Хрустская область уедет, потому что большие медали. В связи с тем, что у нас количество больше народу, у нас больше шансов занять. Но Ярославская область – очень сильная область, и благодаря ей мы совершенствуемся. И то же самое, что они, благодаря нам, совершенствуют свой опыт, своих детей. И вместе, выезжая на соревнования уже более российского масштаба, мы являемся более друг за друга, как Ярославль за Кострому, так и Кострома за Ярославль. Объявление является одними из перспективных учеников, которые занимают места призовые как и на местных турнирах, так и на более высоких. Гостям, которые соревновались в бою, площадка для турнира, то есть спортивный комплекс «Флагман», очень понравилась. Размеры зала обеспечили зрелищность турниру, поскольку показательные выступления и спарринги проходили одновременно на нескольких даянгах. Зрители могли наблюдать за состязанием сразу нескольких пар. По-моему, зал большой, много зрителей, хорошее выступление ребят, хорошо показали себя в показательных выступлениях. Нравится ли зал, все ли усилия? Да, нравится новый, хороший, чисто, как бы все, комфортно. Ты, пандистан, чего желаешь сегодня? Побед, чтобы не сдавались, как бы не расстраивались, если проиграют, то все хорошо, в следующий раз все будет лучше. А у ребят, кого они занимаются, то самое время отправиться на тэквондо и развивать свои возможности успеха. Всех тэквонистов я пожелаю, во-первых, неукротимого духа, силы воли, и пусть они достигнут тех успехов, которые они достойны, и как они занимались, такие медали у них и будут.